хей-оу всем привет сегодня я решил записать коротенькое видео о том как подключить лупер boss rc 505 mark 1 к секвенсору в данном случае к fl studio 20 итак давайте я перенесу сейчас камеру и покажу в общем сам аппарат именно как его подключать все постепенно будет итак для начала мы переходим системные настройки здесь у нас яркость экрана фантомное питание на микрофон дисплей который показывает какие на данном случае мы показываем эффекты можно включение-отключение разных эффектов ваншоты ну и так далее это нам сейчас не нужно листаем до системной настройки USB-аудио USB-мод должен быть аудио-миди то есть если у вас будет другой режим режим storage значит вы не сможете использовать ваш лупер как внешнюю звуковую карту для вашего компьютера для вашей DAF далее нам необходимо поставить USB-аудио в line-out то есть что это значит это значит что на линейный сигнал из нашего лупера будет передаваться в наш компьютер по USB проводу да и забыл сказать что нам необходимо еще подключить предварительно наш лупер к компьютеру с помощью провода USB-A на USB-B то есть USB-B у нас идет из лупера в USB-A в компьютер и так USB-аудио line-out продолжим значит мы отправляем сигнал в наш компьютер если мы выбираем сабмикс значит мы также и воспринимаем сигнал из нашего компьютера если loop-in то это значит что мы принимаем только принимаем сигнал из нашего компьютера далее у нас есть входной уровень по USB входу то есть здесь мы выставляем какая громкость будет у нас на входе из компьютера то есть вы можете как понизить его так повысить и уровень выходного сигнала из нашего лупера на компьютера на компьютер с какой громкостью будет приниматься нашим компьютером сигнал дальше идут настройки MIDI это нужно будет уже для того чтобы подключать синтезаторы через MIDI-входы MIDI-in и MIDI-out и пользоваться совместно синтезатором и лупером как полноценной станции для создания музыки вот наш секвенсор DAV по-другому как мы называем значит при входе в FL-ку то есть мы подключили наш лупер к компьютеру перевели его в режим USB аудио MIDI и далее мы должны скачать с официального сайта босса драйвер для того чтобы пользоваться самим RC и использовать его в DAV программах то есть это времени особо много не займет и так что мы делаем первым делом заходим в options MIDI settings здесь у нас будет output в output у нас RC505 должен быть показан когда мы уже правильно установили все драйвера и в input нужно быть RC505 с отметочкой enable и здесь у него должна быть гореть зеленая вот эта вот кнопочка включения для тех кому необходимо синхронизировать RC505 с секвенсором по скорости необходимо нажать send master sync это синхронизирует BPM который здесь у нас указан с BPM который у нас будет на лупере то есть допустим вы захотите записывать сразу в DAV что-нибудь и ваш DAV будет синхронизировать темп на лупере далее переходим в аудио аудио в devices нам необходимо будет выбрать RC505 то есть у меня он уже выбран у меня идет запись предварительно у нас был установлен либо динамики либо первичный звуковой драйвер но мы должны выбрать RC505 ремарка Sample Rate должен быть 44100 в герцах потому что наш лупер не поддерживает большую герцовку устройство уже старенькое напомню Buffer Length когда мы здесь нажимаем что это такое вообще 3 миллисекунды это задержка задержка это параметр который показывает как быстро возвращается сигнал к нам после того как мы сказали его в микрофон он перешел в лупер из лупера в компьютер из компьютера вернулся обратно здесь у нас есть параметры минимального максимального аудио буфера если мы убираем минимальный буфер то у нас идет размер буфера 144 сэмпла если максимальный 1440 сэмплов что это значит чем больше у нас сэмплов тем больше у нас задержка при этом больше можем нагружать наш лупер нажимаем применить окей 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 здесь у нас выставляется параметр все у нас работает наш лупер на двух каналах аут плата и двух каналах что нам необходимо сделать дальше заходим в микшер выбираем in in и у нас сразу идет видно что по индикации видно что мы начали запись так же я слышу сразу задержку откуда она появляется то есть сигнал из in 5 уходит в мастер и мастер отправляет уже сигнал в лупер чтобы такого не было чтобы себя не слышите не сбиваться время записи можно убрать вот эту галочку и и тогда не будет никакой задержки при записи также обратите внимание чтобы красная вот эта вот пимба была нажата то есть запись идет с этого канала конкретно потом мы нажимаем запись и play и все значит запись пошла если нам необходимо прерваться во время записи мы нажимаем паузу и продолжаем запись дальше все в принципе больше никаких подводных камней здесь нету если что пишите мне в комментарии ставьте лайк и подписывайтесь с вами был Михаил Динлов Михаил Динлов всем удачи